Прежде всего он создал условия для занятий спортом. Сам он был баскетболистом. Мы учились в Симферополе. Он выходил в сборную Крыма. И когда приехал в город, все начиналось с белого листа, с чистого листа, можно сказать. И стал внедрять игру баскетбол. В городе эта игра была еще неизвестна. Анатолий Хромченко стал директором спортшколы в 1953 году. Благодаря его усилиям были построены два спортзала, приобретено спортивное оборудование и сформирован тренерский состав. За годы его работы детско-юношеская спортивная школа номер один стала центром физкультурно-спортивного воспитания молодежи города. За подготовку чемпионов мира и Европы Анатолию Михайловичу было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». Он является судьей республиканской категории. Заслуженного тренера России не стало в 2000 году, но его дело живет до сих пор.